Не так давно в мире украинской политики произошло громкое событие. Даже два. Первое – увольнение Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады. Второе – создание межфракционного объединения тем же Разумковым. Вокруг объединения ходит множество слухов и фейков. Но главный вопрос – заберут ли у экс-председателя Рады его мандат депутата. В президентской партии уверяют, что нет. Но если какой-то депутат с их партией захочет пойти к Разумкову, то он сразу лишится своего мандата. Один из источников МНО большинства считает, что сторонники Разумкова будут ждать, пока эта же фракция решит их исключить из своих рядов. Этот метод защищает их от потери своих полномочий. С мандатом Разумкова ситуация сложнее, но сам депутат убежден, что юридических оснований для снятия его полномочий нет. На мой взгляд, господин Разумков – депутат, который не состоит в партии более двух лет. Когда некий депутат входит в политический список партий с определенной командой, а затем формально и по существу отделяется от команды, может быть поднят вопрос о его постоянстве в парламенте. Но, как мы видим сейчас, этот вопрос еще не поднимался, сказал Михаил Подоляк. Даже если партия попытается лишить Разумкова его мандата, он окажет ему услугу, добавив несколько процентных пунктов к его рейтингу, заявил один из источников. Разумков заметил, что мандат дали не коллеги, а избиратели. Был номером один в списке слуг народа. И люди тоже будут оценивать его работу, подчеркнул депутат. Когда его спросили, пойдет ли он на промежуточные выборы по мажоритарному округу, если слуги народа заберут его мандат, Разумков ответил, я буду сражаться здесь снова. На вопрос, какое слово он порекомендует президенту Владимиру Зеленскому, Разумков ответил, подумайте. Так Зеленский обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, когда тот вызвал его на стадион на первичные дебаты 2019 года. Даю вам 24 часа. Подумай, ты. Кроме того, стало известно, что народный депутат, бывший слуга народа Лео Герос, назвал себя подозреваемым и не исключил возможности ареста. По его словам, его хотят посадить за средний палец, показанный Зеленскому во время выступления. Комментируя ситуацию, он сказал, что к нему пришли два представителя. Первый из ГБР, они приглашают на допрос, а заодно приехал генеральный прокурор, вручили подозрение. Наверное, из-за ситуации в Раде. Дежурили под домом, и как только я вышел, меня со всех сторон окружили. Арест был ожидаем, сказал депутат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова